В те еще вот начало 90-х годов Гайдар прилетел в Магадан и он даже сказал, а ничего не нужно, вы здесь лишний народ, отсюда надо всем уехать, а все остальное мы купим. Могут ли наши народы Крайнего Севера, молодежь, быть военнослужащими в так называемых наших арктических войсках? Европеоиды, приехавшие в эти условия, но они были мигрантами. А как наука в той же Канаде, в северной стране и в Норвегии, готовит своих солдат? Здравствуйте, Аркадий Ильинич, вы известный физиолог, член-корреспондент Российской Академии Наук, всегда изучали Север, всегда изучали Арктику, Антарктику, то, как человек может выживать в этих тяжелых условиях. В последние лет 10, наверное, наше руководство, руководство страны, вновь такими очень заинтересованными глазами стало смотреть в сторону Арктики, и военные, и гражданские, вновь исследования начались, вновь начались очистки вот этих территорий огромных и на островах, и на побережье от всякого мусора. Все это требует непосредственного участия людей. Скажите, насколько человек приспособлен в этих условиях находиться долго, и как должны отбираться люди для того, чтобы работать в этих условиях, в тяжелейших условиях в Арктике? Возможность адаптации человека в экстремальных условиях – это не только проблема нашего десятилетия. Эта проблема стояла достаточно давно. Активно физиологами стало изучаться где-то, наверное, с 30-х годов, когда началась активно развиваться авиация. И человек, значит, начал высоко летать, а высоко летать – там нечем дышать. Значит, один вопрос стал, как противостоять недостатку кислорода. Ее можно, в этой гипотетической устойчивости, повышать специальными тренировками. Это, в общем, известно, особенно для спортсменов, тренировки в условиях высокогорья, для повышения функциональных возможностей. Сейчас, знаешь, военнослужащие, в основном, особенно офицеры, или даже рядовые, кто служили, ему военный билет ставится штамп его военно-учетной специальности. А вот еще бы при этом ставили штамп, допустим, годен действия в условиях высокогорья. Этого многие вещи бы снимали, потому что, с одной стороны, значит, он неустойчив был и к другим экстремальным факторам, и не только к гипоксии. Поэтому один из методов отбора условия с севера – это тоже тестирование человека на устойчивость к гипоксии. Оказалось, что если к устойчивости к гипоксии, он оказывается устойчив к низким температурам. А почему? А потому что те же низкие температуры, вот на севере привыкли говорить, а на севере у них вода, кислорода, поэтому там одышка. Нет, порциальное давление кислорода на севере такое же, которое соответствует данному уровню высоты. А там, извините, не высокогорья. Но формируется тканевая гипоксия. Вот и она вызывает потом так называемую северную одышку, или даже комплекс называется циркумполярный гипоксический синдром. Поэтому, в принципе, вот идея бы отбирать людей в условия крайнего севера, не опираться просто на простую медицинскую комиссию. А вот использовал ряд тестов, которые показывают, что он действительно имеет функциональные резервы для адаптации к низким температурам гипоксии. Все время показывают. Очень часто военнослужащих, которые у нас и на острове Врангеля, и на материковой части Арктики, таких ребят показывают здоровых, они бегают, они там и на лыжах, и таскают с собой рюкзаки огромные. Как они справляются с этим совсем? Ведь, как вы говорите, отметки в паспорте никакой нет, что он такой-то секой. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, есть ли еще страны, которые граничат, ну, находятся материк на границе с Ледовитым океаном? Это Канада. Причем Канада – это страна-член НАТО. Ее представители говорят о том, что сфера интересов, и Канады в том числе, и США, и Аляска тоже, это как раз Ледовитый океан. Скажите мне на милость, у них существуют какие-то научные исследования, чтобы тренировать своих военнослужащих. Ведь ясно, что если ты говоришь о том, что у тебя есть какие-то претензии на какие-то территории, то без человека там не обойтись. Вот у нас таких здоровых ребят показывают в амуниции, в полном вооружении. А как наука в той же Канаде, в северной стране и в Норвегии, готовит своих солдат для активных действий в Арктике? Ну, дело в том, что тут надо немножко физиологию как бы соединить с экономикой и территориями. Дело в том, что вот мы возьмем 50-е, 60-е, 70-е годы активно осваивали крайний север. Осваивали каким образом? Мигранты из числа европеоидов, приезжали условия севера, и там, значит, они, собственно, и обеспечивали индустриальное развитие территории. Это один момент. Потом появились, значит, благодаря этому были, собственно, и созданы северные города, где, собственно, европеоиды, приехавшие в эти условия, но они были мигрантами. И вот их адаптация, потому что их специально не отбирали в условия севера, там уже включался естественный отбор. Расходил естественный отбор, закрывая, как говорится, особый вид популяции. Вот сейчас дальнейшие исследования, особенно на северо-востоке России, которые я проводил будущего директора института научно-исследовательского центра Арктика в Магадане, мы впервые там обследовали людей, которые уже родились от мигрантов европеоидов, и там являются уроженцами первого, второго и третьего поколения. Брали только молодежь. По идее можно было считать, что это абсолютно адаптированные люди. Но нет, оказалось, что даже те, кто уроженцы родились, они первого поколения отличаются, ну, естественно, отличаются от мигрантов такого же возраста, отличались от третьего поколения. Четвертого у нас просто еще на Дальнем Востоке этого возраста не набралось. Но при этом что происходит? Те же самые аборигены, мы как раз и говорим о малочисленных народах Севера, которые там испокон века находятся. Но что оказалось? Если они уже не занимаются традиционным образом жизни, как мы говорим, а живут в основном в интернатах, дальше учатся в том же университете в Магаданском или в колледже, то есть живут европейской жизнью, и их родители уже живут этой, как я говорю, городской или огороженной жизнью, то их даже физический хабитос, тут, можем говорить, это вид, состояние морфологическое, оно изменяется и становится приближено к европеоидам. Рост выше, цилиндрическая грудная клетка более становится, а не расширена. Это много нюансов возникает. Это я назвал эффектом адаптации, которая идет на сближение друг с другом функциональных форм. То есть внешняя среда уже формирует под себя определенный тип человека. Тем более, что там образ питания активно изменяется. В этом плане возможно, что в дальнейшем популяции, ведущие одинаковый образ жизни на определенном одинаковом уровне питания, их морфология и физиология во многом сблизятся. Это так называемый, я назвал это конвергентный тип адаптации. То есть по пути сближения. Это один момент. В Канаде я исследования не проводил, но вот на Аляске проводил, особенно в 90-е годы. И более того, хочу сказать, что они тоже очень активно занимаются этими исследованиями. Я проводил исследования даже на группе Шпаро. Ну, вам известно, кто и такой, что человек, который по северу ходит. И тогда впервые открыли в начале 90-х годов нашу Чукотку. Это была международная экспедиция. С одной стороны, значит, Дим Мешпаро группа, с другой стороны были американцы, такая же группа. Там возглавлял тоже журналист Пол Шурке. Все решили пройти на лыжах от Анадыря через Берингов пролив на ту сторону Аляски до Коцебу. Око почти-почти 2000 километров на лыжах. Ну, вот я как раз их обследовал. И надо сказать, что прилетела группа и американских ученых, и непростых. Они приехали из военного центра НАТИКа. Привезли с собой тогда ту аппаратуру, которую мы только знали, что она есть. У нас сегодня не было. Портативные тепловизоры. У нас в то время их не было. Используя эти портативные тепловизоры, они тоже очень активно изучали терморегуляцию у наших ребят. И там со стороны американцев. Там группа тоже американская была. А там же были аборигенные ребята. И так что они активно тоже в этом плане работают. И уже в те годы тоже занимались вопросами оценки устойчивости человека, холоду и непосредственно гипоксии. Так что другое дело, что мы контролируем громадную территорию северную. Особенно экономически важную. Это вот северно-морской путь. На Западе вот другой вариант. Там большие территории находятся под аборигенной юрисдикцией. Им за это даже федеральные государства доплачивают что-нибудь. И они там не хотят никого других видеть в этом ситуации. А у нас эти территории индустриально обслуживаемые. Мы должны были обслуживать европейское население. Так вот сейчас снова попытка закрепить население. Один из моментов это действительно, во-первых, отбор гипоксических холодоустойчивых популяций. Это раз. Во-вторых, преференции должны работать не так по пути, как раньше было в советское время. Вот тебе доплачивают за первые несколько лет, пока ты там как бы адаптируешься. А потом с тебя это все снимается. Нет, это должно быть тоже по-другому выстроено. Тогда в этом случае мы закрепим, будем закреплять уроженцев севера, который уровень адаптации значительно будет выше. И их можно будет, его можно будет поддерживать, управляя именно физиологическими методами. Я знаю, что есть такие бойцы, которые служат в британских войсках. Они из высокогория, они очень выносливые. А почему у нас не используют для службы в армии местное население северное? Это же очень выносливые люди. Но я знаю, что они освобождены от службы в армии. Но одно дело освобождено, другое дело, если вдруг они сами захотят. Потому что я знаю, что молодежь часто очень хочет послужить в армии и мир посмотреть и все такое прочее. Как вы думаете, могут ли наши народы Крайнего Севера, молодежь, быть военнослужащими в так называемых наших арктических войсках? Я считаю, что никаких противопоказаний для этого нет с точки зрения физиологии. Другое дело, если тут существуют какие-то особенности, малочисленный народ, сохранение популяции и так далее и тому подобное. Многое зависит от совета старейшим, примут решение, что можно или нет. А плюс действует документ, что они освобождены от службы в армии. Это последствия того периода. В наших особо геополитических условиях, я думаю, моменты должны быть пересмотрены. Если человек по состоянию здоровья и собственному желанию добровольно желает служить в рядах армии и более за это иметь дальнейшие серьезные преференции, я думаю, что это была бы правильная политика. Для нас крайний север, вот Арктика, это что-то такое одно общее, огромное-огромное. Но кажется, что ведь Аляска, это же что-то такое, вот одно слово Аляска, это какой-то дремучий холод. Так оказывается, что Анкорич, что находится на широте Ленинграда, и получается, что север как таковой, Арктика, она совершенно не однородная. Скажите, какие есть места районирования вот этих северных территорий и чем они отличаются? Нельзя судить только по широте. Когда люди узнают, что Магадан, он южнее на 0,02 градуса, чем Петербург, тут же иногда не может быть. Я говорю, а что тогда нам северные не платят? Арктика различна. Помимо того, что там различные течения, я имею в виду географические, есть холодные течения, омывающие определенные территории. Мы прекрасно знаем незамерзающие наши порды у нас на севере, а с другой стороны, потому что они как раз захвачены Гальстривом. А есть холодные течения у нас на Дальнем Востоке, которые как раз наоборот. Это первый момент, который влияет чисто температурный фактор, на одинаковой широте температурные факторы и атмосферное давление, и количество ветров, оно совершенно разное. Плюс зона так называемого охлаждения уже в зимний период, когда, собственно, формируется вечная мерзлота, и насколько она близко продвигается к югу, на широте Умбама, практически вечная мерзлота. Поэтому говорить, что север одинаковый, он разный, отсюда, значит, и различная должна быть система районирования, опирающаяся на целый ряд факторов. Факторы, так называемые, медико-биологические, которые, кстати, при нынешней системе районирования практически никак не участвуются, что тоже неправильно. И плюс, значит, факторы следующие. Так, факторы устранимые, которые при современных технологиях можно убрать. Вот всегда, север, холод. Холод – это устранимый фактор при современных технологических методах создания поселков и населенных пунктов, где можно не только обеспечить отсутствие контакта с низкой температурой за счет специальных переходов, индивидуальных обогревов и тому подобное. Современные технологии это позволяют. Можно вообще поселок закрыть, как говорится, купол, им создать микроклимат. Так это, допустим, холод – устранимый фактор. Только в Советском Союзе, сейчас в России, существуют заполярные огромные индустриальные города. Ну, такие как Норильск, например, порты такие крупные, Дудинка, да тут же Мурманск. Почему в Канаде ничего этого не существует? Что там нет каких-то потребностей в ресурсах, в передвижении морским путем? Там же точно такой же наверняка есть северный морской путь, как и у нас. По этому морскому пути пока экономически особенно нечего. Там есть другая логистика. Это один момент. У нас действительно, допустим, вот Норильск, ну так вот Господь распорядился и с полезными ископаемыми много выбросил туда в условиях Крайнего Севера. Те же самые запасы газовые, гигантские запасы именно в условиях Крайнего Севера. То же самое золото. Я помню, когда в те еще вот начало 90-х годов Гайдар прилетел в Магадан, и он даже сказал, а ничего не нужно, вы здесь лишний народ, отсюда надо всем уехать, а все остальное мы купим. Вот такая была смешная политика, закрепляя север. Его нужно закреплять и экономически. А экономически было понятно. Городообразующими факторами что было? Была как раз горнодобывающая промышленность. Так оно распределилось. Если бы это все было благоприятно в южных районах, я думаю, что особенно на север не полезно. Но так наши геологи, собственно, работали и нашли, что эти полезные ископаемые здесь, но надо их по возможности, естественно, было и использовать. Тем более, что они пользовались гигантским спросом, мне уже не говоря о золоте. Гигантская территория наша, она не может быть пустой. Пустот, в конечном итоге, ничто не терпит. Особенно наш Дальний Восток. Там есть кому его занять, в случае чего. Поэтому, пока человек ногой не стал на эту территорию, она все равно ничья. Хотя географически она может относиться к конкретному государству и прочее. Вот должен стать, как в свое время то же самое военачальники говорили, пока в сапог пехотинца не вошел в город, он еще не занят. Хотя его можно развалить и во что. Та же ситуация и с нашим крайним севером. Мы там должны не только флаг держать, там должно быть население и их население, именно выросшее уроженцами этих территорий. Я недавно говорил с бывшим президентом Якутии Вячеславом Анатольевичем Штыровым. Он также был еще и президентом знаменитой «Алмазы России», «Алроса». Восстанавливал из пепла это огромное предприятие. Так вот, наш разговор был о том, что по существующему проекту от Северного Урала, от Северного Урала, вплоть до Магадана, планируется строительство железной дороги. Для того, чтобы формировать портовую зону на этой территории, поскольку территория может существовать только там, если где есть морские порты. Скажите, сколько нужно людей, справятся ли только местные? Вот вы, как физиолог, можете сказать, возможно это или нет? Потому что, например, если бы мы говорили о колонизации Марса или Луны, где тоже условия жизни не очень хорошие. Я бы вас тоже спросил, а люди-то с этим справятся? Ну, если не миллионы людей, то хотя бы, по крайней мере, это сотни тысяч людей, строителей и те, кто туда ездит. С точки зрения физиологии могу сказать, что проблемы не будет. В свое время такая ситуация была с БАМом, когда начали его строить. Я там проводил исследования на БАМе. Поэтому, более того, создание железной дороги до Магадана и в дальнейшем до Якутска, замкнув этот цикл, это в конечном итоге закрыло бы проблему смешную, что у нас ряд областных городов не имеет железнодорожной связи. Это нонсенс для 21 века. И, во-вторых, это было бы основанием для закрепления опять населения на этих территориях. Потому что они железные дороги, которые обеспечивают... Вот сейчас давно было открыто удаканское месторождение медное на БАМе, но не эксплуатировалось, потому что не было железной дороги и прочее. Сейчас медь в цене очень серьезной. То же самое и здесь бы это обеспечивало. Люди понимали, что в отдаленном перспективе мы действительно тут нужны. Вот это вот нюансы, которые я определил. Я считаю, современные технологии обеспечили спокойно строительство железной дороги. Уж не говоря про идеи в свое время, когда мы братались активно с Америкой и предлагали, давайте туннель под Беринговым проливом прокопаем и соединимся с Аляской. Аркадий Леонидович, давайте мы с туннелем под Беринговым проливом подождем. Политика Соединенных Штатов сегодня непредсказуемая. И они могут через этот туннель нам всякой гадости сюда нагнать. Поэтому давайте мы подождем до лучших времен, когда власть в Америке станет адекватной. И тогда уже мы все вместе, дружно, взявшись за руки, будем строить или мост через Беринговый пролив, или туннель. А на этом давайте мы сегодня с вами попрощаемся. И до новой встречи у меня за углом. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»